Всем здравствуйте! Хочу предоставить вашему вниманию еще одно свое новогоднее приобретение. Это сечение корабля, не конкретного корабля, это сечение английского корабля 18 века. Масштаб 1,23, длина у него 253 мм, ширина кажется 200 мм и высота где-то тоже около 200 мм, если честно не помню. Это фирма Мантия, посмотрим что у вас в комплекте. Это я брал дополнительно в магазине верфи на столе краски для этой модели непосредственно. Но скорее всего в большинстве случаев окрасками пользоваться не буду, либо морилками, либо чернением. Это грубо говоря перевод на русский язык, пошагово переведена инструкция, ну просто приклейте тут, покрасьте тут, прибейте тут. Каталог модели фирмы Мантия, достаточно большой красочный каталог, соответственно у них не только при корабли, есть еще вот отдельно пушки. Весьма хороший каталог, надо будет к ним заглянуть на официальный сайт, посмотреть что есть в продаже. Это каталог инструментов. Честно говоря не знал, что у фирмы Мантии такой огромный ассортимент инструментов. Не только ручных, но и электрических инструментов. У нас он в России как-то не очень обширно представлен, но надо будет поискать где-то. Тут достаточно много инструментов, которые будут весьма и весьма удобны. Соответственно сама инструкция по сборке, инструкция достаточно подробная, весьма красочная, даже без описания вполне понятно что и как нужно делать. Поэтому ничего сложного в сборке не будет. Ну собственно и модель, сложность модели так называемой для начинающих. В любом случае какие-то переделки будут, то есть например вот элементарно блок, обвязка. Мне не нравится не проволокой буду делать, а нитью. Как уже говорил инструкция очень подробная, очень красочная. Здесь предоставлен перечень самих деталей. И есть еще чертежи. Полностью я их конечно разворачивать не буду. Они очень большие, очень подробные. И в некоторых местах даже показаны, здесь как бы получается увеличенные какие-то моменты, что нужно. Более подробно расписано, что нужно сделать. Как бы чертеж очень большой, он на формате А0. Его можно будет повесить на стенку, на доску, для того, чтобы с ним встречаться. Ну и что касаемо самой модели. Вот такая вот коробка. В коробке у нас пушки, нити. Нити, кстати говоря, очень хорошо сплетены. Тут бочки, декоративные украшения, решетки, парусина. Получается рымы, рым-болты. Блоки, какие-то декоративные металлические украшения. Весьма хорошего качества все сделано. Не какая-то там маленькая тоненькая проволочка, а достаточно массивная. Круглые заготовки. Брусочки, рейки, рейки. Очень хорошего качества. Кстати говоря, тут три породы дерева. Насколько я помню. Не помню, честно, не буду врать. Я читал на сайте. Тут три породы конкретно дерева. Груша, сосна и, кажется, орех. Не помню. Рейки все очень высокого качества. То есть, они достаточно толстые, во-первых. Во-вторых, они очень и очень ровные. Прям качество рейек просто шикарное. Также вот в рейке, посмотрите, толщина. Толщина очень большая. И качество, опять же, как уже говорил, просто шикарнейшее. Декоративная рейка. Груша, кажется. Груша и сосна. Это, я так понимаю, бочки. Ведра, бочки и какие-то декоративные небольшие элементы. А что касаемо самого корпуса. Он выполнен, конечно, из фанеры. Но фанера очень толстая. Фанера 6 миллиметров. Посмотрим, как она будет в обработке. Будет ли расслаиваться или нет. Все детали, все выполнены с фанеры 6 миллиметров. То есть, это просто шикарно. Ни разу не видел, чтобы модели кораблей были такой толщины. Вот такой вот наборчик. Не смог я мимо него пройти. Хомяк внутри меня победил. Когда я его буду собирать, к сожалению, я не знаю. Что-то очень много моделей я себе набрал. Надо, наверное, остановиться. Включить жабу, не душить хомяка. И собрать то, что есть. Вот такую модель я себе купил в магазине Верх на столе. Ссылку на нее я обязательно дам в описании. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Смотрите продолжительную сборку. Смотрите обзоры. До свидания.